Немецкие войска выходят в исходный район на наступление, который начнётся утром 22 июня. Аварий, Москва. Считаю, Москву удержим. Гитлеровцы выбросили белый флаг. Начали сдаваться. Повтори. Я старый солдат. Я прошёл всю войну. От Москвы до Германии. И вот однажды, при штурме Кунингберга, я загадал, что если останусь жив, то обязательно расскажу младшим поколениям, как всё это было. Расскажу о Великой войне, которая втянула в свою орбиту 60 государств мира с населением 1 миллиард 700 миллионов человек. Четыре пятых человечек. И вот я счастливый человек. Потому что то, что я задумал, это дубрость. Я снял 12 полуметражных художественных фильмов, 24 телевизионных серии об истории Второй мировой войны с начала и до конца. Я работал 25 лет. Со мной работала международная съёмочная группа «Тринадцати стран». И мы, средствами Кунингберга, воссоздали все основные события и битвы Второй мировой войны. В батальных съёмках снималось тысячи солдат, 100 специально переделанных танков, эскадрильи и самолётов. Все съёмки шли с подлинных исторических местах. И в них снимались лучшие актёры Европы и Америки. Смотрите наш сериал «Трагедия День». Шумит ночной Париж. Вечно прекрасный огненный канкан. Но в тридцатые годы французы начинают всё больше увлекаться новыми, пришедшими из Америки танцами под гремящие звуки джаза. И никто не предполагал, что это может быть танец на вулкане. А Францию окружали тоталитарные режимы. Один из таких режимов возник в Германии. Той самой Германии, которая после Первой империалистической войны, казалось, была повержена навсегда. С помощью гигантской по численности национал-социалистической рабочей партии здесь к власти пришёл Гитлер. Гитлер объявил, что провидение выбрало его для того, чтобы освободить немецкий народ от позора поражения и позволить немцам занять подобающее место в истории, создав Великую Германскую империю. Я считаю, что мир, который длится более 25 лет, вреден для страны, говорил Гитлер. Как народ в целом, так и отдельные личности иногда нуждаются в обновлении путём небольшого кровопускания. В Италии диктатором стал Бенитто Муссолини. Его называли вождём нации Дуччо. Бенитто Муссолини Бенитто Муссолини был основателем фашизма и считал Гитлера своим учеником. Настоящее братание двух диктаторов произошло за год до Мюнхена. Муссолини посетил Германию с официальным визитом. Гитлер наградил Дуччо высшим орденом Германии и золотым значком нацистской партии. Дуччо во время ответного визита Гитлера в Италию произвёл немецкого фюрера в почётные капралы итальянской фашистской милиции. Среди антифашистов в то время ходил анекдот. Наконец-то и фрейтор дослужился до капрала. Военные парады гремели в обеих странах, поднимая воинственный дух нации. За кулисами этих парадов Гитлер и Муссолини договорились о взаимной поддержке и совместным действиям в Европе. Первым их совместным актом был фашистский путь в Испании. Метеж Франко в Испании поставил под угрозу тыл Франции. В ущерб собственным интересам, не желая раздражать своих назойливых соседей, Франция позволила фашистам Франко с помощью Гитлера и Муссолини уничтожить Испанскую республику. А на самом краю Азии бурно развивалась Япония. И ее генералы разрабатывали планы захвата новых территорий. Генерал Танака составил меморандум японской агрессии. Первый удар по Маньчжурии. Второй по Монголии. Затем Китай. Далее Индия. Острова Южных морей. Приморья. Сибирь. Урал. Одновременно с подготовкой агрессии японские дипломаты подготовили ряд пактов с Германией и Италией, которые приобрели формулу известной оси Берлин-Рим-Токио. Так возник военный союз стран-агрессоров. Германии. Италии. И Японии. И Японии. Италии. 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 Гитлер подписал с Англией и Францией договор, в котором говорилось о стремлении никогда более не вести войну друг против друга. Из Мюнхена фюрер вернулся домой. С глубокой благодарностью Берлин встретил своего вождя, писали газеты в Рейхе. Было чему радоваться. За короткий срок Гитлер без потерь присоединил Рейнскую зону, Австрию и вот теперь получил судеты. Вместе с ними к Германии отошли не только всемирно известные курорты, но и крупные индустриальные районы Чехословакии, производители оружия. 15 марта 1939 года германские войска внезапно вторглись в Чехословакию. Посмотрите на приветствующие толпы Чехов в Праге. Они только потом узнают, что такое немецкая оккупация. Сталин предложил прекратить путь агрессии. Он заявил, что в случае нападения гитлеровской Германии на соседние с СССР страны, Советский Союз готов выставить 136 дивизий и предложил заключить договор о взаимопомощи. Англо-французские правительства уклонились от заключения такого договора. В Москву на переговоры были посланы второстепенные военные миссии. Французская во главе с генералом Думенком. И английская во главе с адмиралом Драксом, который вообще не имел даже письменных полномочий. Английский министр иностранных дел не захотел поехать в Москву. Тогда германский министр иностранных дел Риббентроп написал срочную шифрограмму. Я выражаю желание германской стороны о перестройке германо-советских отношений. Как видите, слово перестройка фигурировало еще в лексиконе у нацистов. Сталин колебался. Он еще не решил, к какому лагерю примкнуть. Он поручил передать всю информацию о предложениях немцев американскому послу в Москве Штейнгарту. Дипломатическая неторопливость невероятна. Американский посол вместо срочной телеграммы отправил информацию авиапочтой. Лондон получил эту информацию слишком поздно. Если прочный союз с западными державами становится невозможным, тогда почему бы не повернуться лицом Гитлеру, который стучится в дверь, скажет Сталин позднее Черчиллю. И Сталин согласился на переговоры с Германией. В Москву прилетел Риббентроп. 23 августа в Кремле был подписан советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет. На секретной карте, приложенной к договору, была определена демаркационная линия, разделяющая зоны взаимных интересов, скрепленная под висями Сталина и Риббентропа. Вся западная пресса взорвалась фонтаном ярости, бешенством памфлетов и карикатур. И только в Германии и в СССР было, как всегда, спокойно. Подобный политический поворот могли осуществить только такие правители, которые никому не обязаны отчитываться в своих действиях, которым не надо было считаться с какой-то оппозицией. Они не были связаны ни с правосудием, ни с законом. На рассвете 1 сентября 1939 года мирная тишина Европы была разорвана бомбами и снарядами Всемирной войны. 62 германские дивизии, 2800 танков и 2000 самолетов вторглись на территорию Польши. Обещанный Чемберленом мир для нынешнего поколения кончился. Началась Вторая мировая война. Польская армия, истекая кровью, разваливалась под ударами немецко-фашистских полчищ. 3 сентября Англия и Франция были вынуждены объявить войну Германии. Эта война получила название странной и вела с союзниками формально. Через 18 дней Польша потерпела поражение и была оккупирована германскими войсками. 9 апреля 1940 года фашистская Германия, неожиданно применив морские и воздушные десанты, оккупирует Данию и Норвегию. 10 мая немецкие войска, нарушив нейтралитет, вторглись в Бельгию, Голландию и Люксембург. И нанесли мощный танковый удар по Франции в обход оборонительной линии Можино. Немецкая авиация полностью господствовала в воздухе. И это многое решило. Французы беспорядочно отступали. Французы беспорядочно отступали. 15 мая немецкая танковая группировка осуществила глубокий прорыв французского фронта. 49 английских, французских и бельгийских дивизий были отсечены от главных сил и прижаты к Ла-Маншу. Но немецкие танки вдруг остановились в 20 километрах от противника. И это дало возможность английскому командованию, бросив всю материальную часть, переправить 338 тысяч английских и 90 тысяч французских солдат через Ла-Манш в Англию. Некоторые историки склонны думать, что Гитлер пощадил англичан, рассчитывая на то, что это облегчит ему заключение мира с Англией. А Черчилль и не думал о переговорах. Его знаменитая фраза «Мы не сдадимся, мы пойдем до конца». Молниеносный крах французской армии? Это было поразительно. Десятки тысяч парижан бросились из своей столицы на юг, спасаясь от немцев. Как мог произойти блицкрик с Францией? Как могло случиться, что Гитлер в течение месяца разгромил такую страну? Франция рухнула, как карточный домик. Берлин, расцвеченный флагами, встречал своего фюрера, возвратившегося с победой. Машина шла по сплошному ковру из цветов. Престиж Германии был поднят на небывалую высоту. Могущество фюрера достигло апогея. Смотрите в лица обычно спокойных и рассудочных немцев. Они словно под массовым гипнозом. Это проявление своего рода эрзац религии, потребность иметь мессию в образе политического вождя. Спасители, который заменит собой необходимость самим решать все трудности такой короткой жизни. Никогда еще слава Гитлера не была столь безмерной. В Европе сопротивлялась только одна Англия. Геринг заверил фюрера, что германский военно-воздушный флот немедленно выведет Англию из войны. Английские противовоздушные силы успешно отражали наступление Люфтваффе. Немцы беспощадно бомбили крупнейшие города, промышленные центры и порты. В отдельные дни, например, в ночь на 15 сентября, на Англию было брошено свыше тысячи самолетов. В руины превращались целые кварталы, храмы, музеи, дворцы, памятники. Гибли люди, дети, старики, женщины. Но англичане держались. Держались как никогда мужественно. В те страшные дни смертельного нашествия на Англию у развалин можно было видеть, как символ национальной стойкости, королеву Викторию и короля Георга VI. Воздушное нашествие на Англию продолжалось до мая 41-го года. Успешные военные кампании против Польши, Франции, Англии, Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии усилили военную мощь Германии. Мы получили огромные трофеи. Нам досталась военная техника 92-х французских, 22-х бельгийских, 16-ти голландских, 12-ти английских, 6-ти норвежских, всего 148 дивизий. Мы получили экономическую базу всей Европы. Нет в мире армии сильнее нашей. И вот теперь мы должны скрестить свой меч с нашим главным противником, с Россией. Задача Германии в отношении России состоит в том, чтобы разбить вооруженные силы, уничтожить государство. Речь идет о борьбе на уничтожение. Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость явится благом до будущего. Россия должна быть ликвидирована. Срок весна 1941 года. Операцию провести за 5 месяцев. Переговоры были в центре внимания всех международных разведок. Одним из основных советских агентов в то время был Рудольф фон Шелия. Ответственный сотрудник Министерства иностранных дел Германии, известный по кодовой кличке разведуправления Красной Армии, как Ариец. Некоторых интересует, какая реакция на переговоры. На Вильгельмстрассе не делают секрета, что переговоры с русскими не удались. Гитлер разъярен в дипломатических кабинетах, только об этом и говорят. Какой будет финал, что по этому вопросу думаете? Мне кажется, что англичане могут считать себя избавленными от германского вторжения на острова. Все свое внимание Гитлер теперь сосредоточит на Востоке. Понятно? Сегодня я подписал директиву номер 21 и назвал ее «План Барбаросса». Когда начнется эта операция, Европа затаит дыхание. Основная идея операции. Немецкие вооруженные силы путем быстротечных военных действий должны разгромить советскую Россию. Нам недостаточно разбить русскую армию и захватить Москву, Ленинград, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ. Перед поворотным этапом истории я освобождаю людей от сдерживающего начала разума, от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью. Природа жестока. Следовательно, и мы тоже имеем право быть жестокими. И если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, проливая без малейшей жалости драгоценную немецкую кровь, то я без сомнения имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые плодятся как насекомые. Война, господа, производит естественный отбор, очищая землю от неполноценных низших рас. Территория России будет очищена от своего народа и заселена немцами. А сейчас начальник штаба сухопутных сил генерал Гальдер доложит план Барбаросса. Прошу, господа. Основная идея нанести удар по советской России крупными силами. К моменту нападения на Россию довести общую численность вооруженных сил до 7 миллионов 234 тысяч солдат. Наступление будет вести с тремя фронтовыми группами. Группа армий Север. Генерал-фельдмаршал фон Лейб. 16-я и 18-я армии 4-я танковая группа 1-й воздушный флот наносят удар через Прибалтику на Ленинград. Группа армий Центр фельдмаршал фон Бок. 9-я и 4-я полевые армии 2-я и 3-я танковые группы при поддержке 2-го воздушного флота наносит главный удар на Брестском вспомогательный на Белостокском направлении. Задачей окружить и уничтожить русские войска в Белоруссии. Группа армий Юг фельдмаршал фон Рунштетт 12-я, 17-я, 6-я полевые армии 1-я танковая группа и 4-й воздушный флот ударами на Львовском и Черновицком направлениях должны отсечь и окружить крупную группировку русских в правобережной Украине. Всего с учетом стран-союзников для внезапного нападения на Россию выделяется 190 дивизий 5 тысяч самолетов и 4 тысячи танков. Сопротивление противника будет очевидно быстро сломлено. Тогда в ходе преследования следует быстро выйти к Москве. Захват Москвы необходим как в политическом, так и в экономическом отношении. и будет означать решающий успех. Товарищи генералы! Как прошла военная игра? Кто докладывает? Докладывает начальник генерального штаба генерал армии Мерецков. Военно-стратегическая штабная игра преследовала цель проверить план прикрытия и действия войск в начальном периоде войны. В основу обстановки были взяты предполагаемые события, которые в случае нападения Германии на Советский Союз могли развернуться на западной границе. Состав фронтов западной, синие, 60 дивизий, восточные, красные, 50 дивизий. За синюю, западную, играл генерал армии Жуков. За восточную, красную, генерал-полковник Павлов. Синие нанесли мощные удары своими флангами. Правым на Брест-Бобруйск и левым на Вильнюс и Минск. В результате возникла драматическая ситуация, связанная с угрозой полного окружения и разгрома восточных и взятия Минска. Причины успеха синих. Внезапность, правильный выбор направления главного удара и умелое использование численного превосходства. Необходимо учесть, что у генерала Жукова на 10 дивизий было больше. Не забывайте, что на войне нужно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров. В чем кроются причины неудачных действий войск красной стороны? Оперативно-стратегическая игра все же игра, товарищ Сталин. Это как в карте, повезет, не повезет, сегодня ты, а завтра я. Командующий войсками округа должен уметь в любых условиях находить правильное решение, чего вы в проведенной игре не показали. Тем более, что ваш фронт представлял нашу красную армию. Есть желающие выступить? Разрешите? В военно-стратегическая игра показала, что полевая оборона красных была слабой. Я хотел бы высказать свое мнение о строительстве укрепленных рубежей. По-моему, в Западной Белоруссии укрепленные рубежи строятся слишком близко к границе и имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе Белостокского выступа. Это позволяет противнику, как и видно было из игры, ударить из района Бреста в тыл нашей белостокской группировки. А у вас на Украине укрепрайоны строятся правильно. Я не выбирал рубежей для строительства укреплений на Украине. Однако, полагаю, что там тоже нужно было бы их строить подальше от границы. В военной игре были отражены последние действия немецко-фашистских войск в Европе. И даже был намечен вариант главного удара по Советскому Союзу через Белоруссию. Но, товарищи, наиболее опасным стратегическим направлением следует считать юго-западное направление Украину, а не Белоруссию. Противник будет стремиться овладеть Украиной, чтобы лишить нашу страну важнейших экономических районов и захватить украинский хлеб, Донецкий уголь, а затем и Кавказскую нефть. При разработке оперативного плана весной 41-го года необходимо это учесть. Объявляется перерыв. Все свободны. Жукову остаться. Политбюро решил освободить Мерецкого от должности начальника генерального штаба и на его место назначить вас. Товарищ Сталин, я никогда не работал при штабах. Я всегда был в строю. начальником генерального штаба быть не могу. Политбюро решило назначить вас. Токио, 21 мая 1941 года. Как вы думаете, господин полковник, у нас хватит сил, чтобы сразу сломить сопротивление России. Я боюсь, что мы вяжемся в затяжные бои и не успеем покончить с русскими до зимы. Что вы, господин Зорге. Фюрер полон решимости разгромить русских одним ударом. Это будет Блицкрик. По секрету, 150 дивизий, 9 армий. Никто не устоит. Спасибо. Вы меня успокоили. по секрету, 20 минуты. Это будет У дома ездила какая-то машина. Может быть, сегодня пропустить. Ты солдат сторожевой заставы. Не забывай об этом. Иди к рации. До начала войны остались считанные дни. Шифруй по старому коду. Прибывшие в Токио немецкие военные представители заявляют, что война между Германией и СССР может начаться в конце мая. Германия имеет против СССР 9 армий, состоящих из 150 дивизий. Рамзай. Разрешите, товарищ командующий? Да. Наши летчики посадили немецкий разведчик. У летчика нашли секретную инструкцию. Вот, посмотрите. Что это? Инструкция по сигнализации. Как опознавать немецкие самолеты во время операции с войсками и флотом в Англии? Вот, видишь, Владимир Евгеньевич, а ты все тут панику поднимаешь. Но это может быть ложная демонстрация. Ты на штаба должен стратегически мыслить. После империалистической войны немцы никогда на два фронта воевать не будут. Не случайно они с нами договор о ненападении подписали. Им сейчас Англия нужна. Англия! Ну, а если полезут... Знаешь, меня танкиста не зря на западный особый округ поставили. Как ударим, до Берлина отлетят. Что, хмуришься? Вы же знаете, товарищ командующий. Все танковые дивизии находятся в стадии формирования. И в основном у них старые танки, БТ. Новые техники очень мало. Кончайте! Сеять панику запрещаю. Передайте войска пресечь все слухи о войне. За панику будем привлекать к ответственности. Нарушение границы немецким самолетам передайте в Москву. Немецкие самолеты в последние дни неоднократно нарушали государственную границу СССР. Зарегистрировано более 48 нарушений. Позвоните Риббентропу и пошлите в вербальную ноту. Что нового у товарища Голикова? По последним агентурным данным, немецко-фашистские войска должны совершить нападение на СССР 15 июня. Ранее этот срок, как вы помните, варьировался от 15 мая до конца мая. Агентура сообщает, что воздушная армия фон Кессельринга, совершавшая налеты на Англию, переводит свой штаб в Познань. Сообщается также, что германское верховное командование отдало приказ закончить концентрацию войск ко 2 июня. Какое ваше мнение? Считаю, что наиболее возможным сроком начала действий Германии против СССР будет являться момент после победы над Англией. Слухи, говорящие о неизбежности войны весной этого года против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки. А что скажет начальник генерального штаба? Я уже докладывал вам, товарищ Сталин, о тревожных настроениях в приграничных округах. Я считаю, что необходимо привести войска в полную боевую готовность и развернуть первые эшелоны. Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять войска и двинуть их к западным границам. Это же война. Понимаете вы это или нет? Сколько дивизий у нас расположено в Прибалтийском, Западном, Киевском и Одесском военных округах? К 1 июня будет 149 дивизий. Ну вот, разве этого мало? Товарищ Сталин, по разведывательным данным, немецкие дивизии укомплектованы и вооружены по штатам военного времени. В составе их дивизии от 14 до 16 тысяч человек. Наши дивизии 8-тысячного состава. Не во всем можно верить разведке. Филипп Иванович, шифровка от Зорге. Повторяю, 9 армий из 150 немецких дивизий совершат нападение на советскую границу 22 июня. Рамзай. Различные сроки начала предполагаемого вторжения немецких войск, о которых сообщали секретные агенты, расхолаживали, вызывали сомнения, путали выводы разведуправления Красной армии. Русские не подозревают о нападении. Их разведка введена в заблуждение. Меры, принятые командованием вермахта по маскировке операций, в том числе частая передислокация войск, дезинформация о предстоящей высадке десанта в Англии и другие ложные действия, дали результаты. Это был величайший обман в истории войн. Теперь дело за армией. Россия, или колосс на глиняных ногах, как удачно ее назвал фюрер, развалится при первом ударе. Живая сила противника должна быть разгромлена в приграничных скоротечных боях, как предусмотрено планом Барбаросса. Есть основания предполагать, что предстоящая кампания продлится не более шести недель. Командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал Кессельринг доложит, как он думает напасть на русские аэродромы, расположенные в тылу, чтобы не поднять по тревоге пограничные части. Мы подкрадемся к русским аэродромам на большой высоте, как воздушные разведчики, тем более, что русские привыкли к нашим разведывательным полетам. Мы перелетим границу высотными самолетами, поднимающимися до 10 километров. Точный расчет должен обеспечить появление бомбардировщиков над русскими аэродромами ровно в 3 часа 30 минут одновременно с первыми залпами артиллерии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok